В апреле 2003 года американские солдаты вторглись в Национальный музей Ирака в Багдаде. Тысячи музейных экспонатов, имеющих отношение к истории шумеров, были вывезены в Америку. Но главным объектом поисков стала статуэтка древнего шумерского бога Пазузу. Одновременно с этим американская армия нанесла непоправимый ущерб древним археологическим раскопкам на территории Ирака. Они были разнесены на мелкие кусочки. Для чего американцам понадобилась фигурка древнего шумерского божества? Какую тайну старалось похоронить американское правительство? Человечество всегда интересовал вопрос, одиноки ли мы во Вселенной. Древние легенды, рассказывающие о богах, пришедших на Землю с далеких планет, не дают покоя ученым. Этот опыт, он сохранился в легендах, сохранился в сказках, сохранился в мифах практически всех первичных цивилизаций Земли, независимых друг от друга. В шумерских легендах говорится о богах-ануннаках, пришедших со звезд на Землю. Согласно шумерским хроникам, Солнечную систему каждые 3600 лет посещает блуждающая планета Нибиру. Она движется по вытянутой эллиптической орбите и вращается вокруг двух звезд — Солнца и еще одной небольшой звезды, находящейся в созвездии Ориона. Появление планеты Нибиру всегда ассоциировалось с изменениями, катаклизмами и появлением различных видов новых живых существ. Анунаки, пришедшие с планеты Нибиру, были восприняты древними людьми как боги. Их внешний вид, возможности и технологии все внушало страх и трепет. Но зачем эти существа прилетали на Землю? По мнению исследователей, цели пришельцев были весьма неблаговидными. Ну, вообще, анунаки, как бы, сейчас вот существует практически общепринятая точка зрения, что это, в общем-то, завоеватели, которых считали богами. Анунаки прибыли на Землю с целью добычи золота. Оно было необходимо для создания защитного экрана над их планетой. Когда Нибиру приближалась к Солнцу, температура на ней сильно возрастала. И наоборот. Когда она покидала Солнечную систему, температура на планете резко падала. Такой планетой странствующей необходимо решать вопрос сохранения атмосферы, сохранения тепла. Есть такая научная идея, называется сфера Дайсона. Создание вокруг планеты на верхних слоях атмосферы некоторого защитного слоя, желательно металлического, распыленного металла, который смог бы удерживать тепло, которое исходит от планеты естественной и саму атмосферу. Вначале пришельцы сами рыли шахты и добывали золото. Но боги устали работать. И было принято решение использовать землян в качестве рабочей силы. Возникла идея использовать в качестве рабочей силы коренных обитателей людей. Это были кроманьонцы, которых мы знаем. Люди похожи на нас, но это было не раса Homo sapiens sapiens. Это были дикие существа, которые вряд ли были способны на подобную работу. И, наверное, начались генетические эксперименты по созданию виду Homo sapiens sapiens, которым мы являемся. При помощи генной инженерии боги усовершенствовали человека, скрещивая его гены с генами животных и представителями космической расы. Древняя мифология описывает немало загадочных существ, полулюдей, полуживотных. Скорее всего, они являлись результатами неудачных экспериментов. И все же работа по созданию помощника для анунаков увенчалась успехом. Они создали человека, который был достаточно умен для того, чтобы прислуживать в качестве раба, но недостаточно умен для того, чтобы догадаться о том, что они замыслили. Наладив добычу золота при помощи людей, собрав первую большую партию желтого металла, анунаки вернулись обратно на свою планету Нибиру. Перед тем, как покинуть Землю, некоторые пришельцы передали людям часть своих знаний. Среди анунаков были, видимо, существа, которые отнеслись к людям более доброжелательно. Это были гуманисты, это были люди энциклогических знаний, это был Энке и его ученики. И вот Энке начал людей и цивилизовать. Он передал им достаточно большое количество знаний. Действительно, уровень развития древних шумеров поражает ученых. Они обладали письменностью, 60-ти ричной системой исчисления и даже имели двухпалатный парламент. Знания анунаков положили начало развития науки на Земле. В результате появилась на Земле первая цивилизация, от которой мы и ведем отсчет нашей, так сказать, цивилизованной жизни. Но в корне всего этого, как ни странно, лежит золото, его добыча, которая и стала причиной завоевания Земли пришельцами из космоса. Для того, чтобы человек усердно добывал золото, анунаки внушили ему, что золото – самое ценное, что есть на Земле. Его использовали в религиозных культах и сделали предметом оплаты. Шумеры, которые были главными первыми учениками анунаков, пришельцев со звезд, видимо, хотели получать некую награду за свою работу. Они хотели обрести какое-то символ богатства, которое отличало бы власть от рядовых шумеров. И я думаю, что идею золота как символа богатства тоже внушили анунаки, пришельцы. Они одарили часть элиты шумеров золотыми изделиями. Потом появились хорошие мастера. И, как мы знаем, уже 4000 лет до н.э. появились первые золотые украшения. И до сих пор желтый металл является символом богатства и процветания. По древним шумерским свидетельствам, золото в те времена добывалось в промышленных масштабах. Золото, в действительности, добыто очень много в течение веков, когда они здесь находились. С древности и до наших времен непрерывно идет добыча золота. Человечество уже не помнит, для чего действительно ему нужен этот металл. Однако генетически заложенная анунаками программа продолжает работать. Вот золото стали добывать все больше и больше. Появились легендарные сокровища, как, например, сокровища царя Медаса. Практически все властители на земле имели колоссальные запасы золота. Но странный факт, из этих запасов сейчас практически ничего не найдено. Удивительно, но до нашего времени не дошло ни одной золотой монеты со времен Александра Македонского, Цезаря и других древних правителей. Куда исчезает золото? На мой взгляд, анунаки или пришельцы со звезд, как они назывались, мы твердо сказать не можем, они ставили задачу постоянной добычи золота. Но как ее изъять у людей из разных стран мира? Очень просто, с помощью завоеваний. Вот появились великие завоеватели, такие, как, скажем, Александр Македонский. Который поставил задачу завоевания мира. Это, как мы знаем из школьных учебников. Но на самом-то деле целью его заболевания было завоевание золота. Кроме того, анунаки создали существ, которые стерегли золотые запасы. Шумеры описывали их, как крылатых змей, крылатых львов или химер. Согласно легендам, сокровища охраняли химеры или драконы. Ну, то есть химер, наиболее известны были грифоны, то есть существа с телом льва, а головой, крыльями и когтями орла. И вот эти существа, они, о них говорят тоже почему-то в разных странах мира. И в Древней Индии, и в Древней Египте, и в Шумере они говорили, и в Алладе. То есть практически в разных странах, которые были очень отдалены друг от друга, существовали одинаковые идеи, легенды и о драконах, и о грифонах. Древнегреческие авторы полагали, что туловище грифона по размеру превосходило 8 львов вместе взятых. И что он сильнее сотни орлов. Грифон способен был поднять и унести в свое гнездо из золота лошадь со всадником или пару валов в одной упряжке. В Греции грифон символизировал могущество, уверенное в своей силе, но при этом проницательное и бдительное. Грифон фигурирует также в качестве транспортного средства для богов и их подручных. Вывание Персии и других стран принесли Александру Македонскому колоссальные запасы золота, которые тоже исчезли в неизвестном направлении. Есть такой сюжет, в разных странах мира он используется, о вознесении Александра Македонского в небо на грифоне. И в наше время изображение грифонов можно увидеть на гербах, монетах, банкнотах, в архитектурных композициях. На старинных картинах грифонов часто изображали рядом с правителями. Людям напоминали, добыча золота для богов должна вестись непрерывно. И сегодня в мире добывается около двух с половиной тысяч тонн золота в год. Казалось бы, запасы золота постоянно увеличиваются. И, естественно, его цена должна была бы падать. Но этого не происходит. Мы знаем наоборот, что золото является основой мировой, так сказать, экономики, валюты. И оно постоянно дорожает. Какой бы кредит ни случился, золото только дорожает. Из-за этого можно сделать вывод, что количество золота на Земле до сих пор не увеличивается. Есть такая весть о том, что даже в американском Форде Нокс золота уже давно нет. Возможно, Земля по-прежнему является источником золота для анунаков. Покинув нашу планету, пришельцы оставили здесь контролеров, которые собирают золото для того, чтобы вновь переправить его на Нибиру, когда она приблизится к Земле. Не случайно 30 лет назад золотые монеты были практически изъяты из обращений, как денежная, так и действующая валюта во всех странах мира. А чуть позднее американцы отказались от золотого обеспечения своего доллара. С древних времен анунакам приходилось постоянно находиться на Земле, чтобы контролировать процесс добычи золота. Но земные условия не слишком подходили для пришельцев, ведь они, по описаниям древних народов, были рептилиями. Существует, так сказать, мнение, что это рептилии, потому что на статуэтках, на которых они изображены, в общем-то, рептилоидный вид, он характерен. Древние книги, легенды и мифы пестрят описаниями змееподобных существ неземной природы. Они повелевали человеческой расой, а люди поклонялись им, как богам. Индейские народности, которые проживали на территории Центральной Америки, такие как Майя и Ацтеки, они поклонялись змеевидным богам, таким как Кукулькан в мифологии Майя, а также Кацелькаатль, один из главных богов цивилизаций, населявших Центральную Америку. В шумерской мифологии эти существа называются анунаки, пришельцы с неба на Землю. У гностиков они называются арканы, у зулусов – Читаури, дети змея. Эти существа обладали высшими знаниями и поражали людей своей силой и мощью. Например, цари рептилий древнего Китая использовали гипноз и телепатию и были неуязвимы для оружия смертных. С яркими вспышками они взмывали к небесам на своих быстрых крыльях, вызывая бури, от которых содрогалась и гудела земля. Считалось, что коронованные рептилии были бессмертны и могли общаться между собой без слов на любом расстоянии. Подобные описания рептилоидов встречаются в древних книгах разных стран мира. Это Египет, это Китай, это Центральная Северная Америка. Везде мы встречаем дракона, змея или что-то наподобие, которое, во-первых, страшный, злой, но очень мудрый. Согласно древним легендам, змеи и подобные существа не только управляли людьми, но и учили избранных. В различных религиях говорится о том, что человек получил знания именно от змея. Если мы возьмем европейскую традицию, то мы здесь не можем пройти мимо этого самого змея, который подвел Адама и Еву к древу познания. То есть знания-то мы получили, хорошо это было или плохо, но знания мы от змея получили. Базузу – древний вавилонский демон разрушения. Считалось, что именно он направляет штормовой юго-западный ветер, приносящий смерть и мор. Шумеры изображали его с телом человека, искаженным гримасой лицом рептилии и львиными лапами вместо рук. На его ногах были когти, на спине размещались двойные крылья. Половые органы демона шумеры изображали в виде змеи. Хотя Базузу считался самым сильным и злым демоном в древневавилонском пантеоне, шумеры поклонялись ему как защитнику и покровителю. Базузу изображали с поднятой правой рукой. Именно этот жест мы часто видим у лидеров разных стран, ошибочно принимая его за жест приветствия. Именно этот жест повторяет каждый американец, давая показания в суде. Именно так поднимают руку американские президенты на инаугурации. Так что же общего имеют лидеры разных стран с этой статуэткой рептилоида? Исследователи утверждают, их объединяет общая природа. Не стоит забывать о том, что у млекопитающих и всех видов рептильных существ, когда-либо обитающих на планете Земля, был общий предок. Дело в том, что тело рептилоида не слишком приспособлено для жизни на Земле. Кровеобразующим элементом у них является медь, а не железо, как у человека. Именно из-за меди кровь богов-рептилий была голубого цвета, а кожа имела серый оттенок. В литературных источниках древности есть описание этой особенности богов. Например, у индийского бога Кришну и у индейского бога Кацелькаатля похожий цвет кожи. У Кришны серо-синий, у Кацелькаатля серо-голубой. Стремясь адаптироваться к земным условиям, рептилоиды создали гибридную расу, скрестив свой вид и человека. В древних текстах, написанных в разных уголках земного шара, говорится о том, что в этой части мира появилась некая нечеловеческая раса, которая смешалась с представителями человеческой расы. В результате возникли гибридные родовые линии, состоящие из существ, которые были наполовину пришельцами, а наполовину людьми. Именно на этих созданиях и возложили миссию контролировать планету Земля. Они создали эти родовые линии главным образом, как вспомогательное средство для того, чтобы захватить, если можно так выразиться, и умело манипулировать человеческим обществом. Чтобы управлять человечеством, гибриды рептилоидов распространились по всему миру. Обладая неземными технологиями и превосходя людей в знаниях и силе, они становились правителями и насаждали свои законы. Для того, чтобы их потомки продолжали занимать верхушку власти, рептилоиды внушали людям, что право на трон имеют только представители богов. На протяжении почти всей истории существования человеческой расы нам навязывалась идея приоритета некой особой родовой линии, которая преподносилась в качестве божественного права на власть, божественного права королей. Что это значит? Это значит, что на протяжении всей истории существовали определенные семейства, которые утверждали, что благодаря их генетической структуре, а фактически благодаря их ДНК им дано право руководить всем остальным человечеством. Во многих странах существовала змеиная атрибутика держателей власти. Например, египтяне изображали фараонов со змеей, выходящей из олба. Многие европейские города до сих пор имеют на своих гербах изображение рептилий. Образ гигантского змея, обвивающего землю, встречается в древнеиндийской и скандинавской мифологии. Напоминание о том, что весь мир в руках рептилий. Мы воспринимаем их как обыкновенных людей, которые случайно пришли к власти. В действительности же, все совершенно не так. Этим миром, нашим с вами местом жительства, если можно так выразиться, управляет сеть представителей гибридной расы, которая охватывает весь мир, которая работает как единое целое, чтобы поработить человечество еще сильнее. Гибридные расы унаследовали от своих родителей схожие внешние признаки – змеиные зрачки глаз, серую кожу, а также состав крови. Например, возьмем членов королевских семей и представителей аристократии. Как они себя называют? Голубая кровь. Исследователи утверждают, что мы не видим истинную сущность рептилоидов потому, что наш глаз не в состоянии их воспринять. Рептилии скрываются в частотном диапазоне, неразличимом для человеческого глаза. Человеческое зрение ограничено очень маленьким диапазоном частот, который по-научному называется «видимое излучение». Все, что находится на других частотах, не входящих в частотный диапазон видимого излучения, или находится на других уровнях за пределами электромагнитного поля, мы видеть не можем. Именно ограниченным диапазоном нашего зрения исследователи объясняют многочисленные паранормальные явления. Внезапно возникающие и исчезающие объекты всего лишь уходят из зоны нашей видимости. Для наблюдателя, вне зависимости от того, что он видит, летательный аппарат или рептильное существо, неважно, он появляется неизвестно откуда, а затем точно так же непонятным образом скрывается за пределами видимой зоны спектра излучения. В данном случае наблюдателю кажется, что оно словно растворилось в воздухе, но на самом деле оно никуда не исчезло. Оно просто находится за пределами диапазона частот видимого излучения. Хотя потом керептилии и приспособились к жизни на Земле, их физическая оболочка иногда дает сбой. Все дело в том, что питание рептилоидов происходит в основном через поверхность кожи. Они вынуждены принимать ванны. И в ванну они добавляют энзимы, выкачанные из людей. И не случайно они нас называли пищевым грузом. 1992 год, США. Следователи ФБР обеспокоены чередой странных похищений крупного рогатого скота у фермеров. Впоследствии животных находили в самых разных местах. Однако все пропавшие коровы выглядели одинаково. То, что с ними сделали неизвестные, заставило содрогнуться даже закаленных служителей закона. У животных были удалены глаза, уши, язык и губы. Тщательно вырезаны вымя и половые органы. Кровь из скота была выкачана. С хирургической точностью неизвестными инструментами были удалены все слизистые ткани животных. На вопрос, зачем и кому это понадобилось сделать, следователи не находили объяснения. Через некоторое время в таком же виде стали находить и людей. По словам исследователей, данные случаи не что иное, как пример забора органов. По некоторым версиям, они проводят над нами постоянно, уже много тысяч лет генетические эксперименты, и мы становимся постепенно уже и сами не совсем людьми. Рептилоиды ставят эксперименты не только над людьми. Идет полномасштабное уничтожение экологии нашей планеты. На родной планете рептилоидов уровень кислорода значительно ниже, а углекислый газ преобладает. Поэтому они стараются приспособить нашу планету под себя, вызывая техногенные катастрофы, повышая уровень вредных производств и вырубая леса. Чистый воздух, в отличие от человека, им не нужен. Люди нужны рептилоидам только в качестве обслуживающего персонала. Поэтому они стремятся сократить численность населения Земли. Ведь чем больше людей, тем сложнее ими управлять. Семейство Рокфеллеров в Америке, которое на самом деле принадлежало к одной из этих родовых линий, основало целый научный комплекс в одном из университетов Германии для человека по имени Эрнст Рюдин, который был одним из организаторов гитлеровской медицинской системы массового уничтожения. Чтобы контролировать численность населения планеты, рептилоиды притворяют в жизнь программы уничтожения. Генно-модифицированные продукты, создаваемые корпорациями, вызывают рост онкологических заболеваний и приводят к бесплодию. Людям повсеместно внушается культ вещей и намеренно уничтожается культ семьи. Также намеренно создаются конфликты между странами и национальностями. Мировые кризисы, революции, массовые беспорядки – дело их рук. И это продолжается на протяжении тысяч лет. Вторая мировая война унесла жизни более чем 55 миллионов человек. Эта война, и это доказуемый факт, была умело подстроена этими родовыми линиями. Для того, чтобы было легче управлять человеческой цивилизацией, нужно создать единое мировое правительство. Какой-то глобальный штаб по правлению человеческой цивилизацией должен существовать, если существуют пришельцы, которые нас создали. А я в этом глубоко убежден, более того, я это доказал с помощью своих находок. То должны быть и люди, которые являются их поверенными на Земле. Вот их называют мировым правительством. Это представители разных стран мира, и не только в Соединенных Штатах Америки. Как говорят, есть представители России там. Сеть гибридных семей, которые держат все мировые масс-медиа, пропагандируют введение всеобщей чипизации населения и установление тотального контроля. Насаждается одна и та же идеология, придумываются одни и те же отговорки. Часто даже законодательная власть в значительной степени выглядит одинаково. Рептилоиды создали тайное правительство, которое решает судьбу человечества. Главный центр расположен в Европе. В каждой стране существует своя сеть семейств и секретных обществ, задача которых внедрить определенную стратегию в экономической и политической сферах жизни. Существует версия, что в данный момент гибридная раса уже не нуждается в услугах землян и желает попросту устранить человеческую цивилизацию с планеты. Нибиру, она, в принципе, или ее, как еще переводить, возмездие, она двигалась в сторону Земли и должна была в 2019 году уже сюда прийти. И это была одна из программ этих анунаков. Значит, переселить человечество на эту подогнанную планету с тем, чтобы стать полноправными хозяевами Земли. Некоторые исследователи считают, что все дело в таинственном устройстве, заключенном в центре Земли. Наши предки называли это устройство локосом. Это чудо света, способное воздействовать на всю Вселенную. И именно из-за этого сегодня то, что происходит на Земле, мы обязаны как раз тому, что мы стали заложниками этого изобретения наших предков. Потому что человечеству в действительности не нужно. Нужен этот логос. Существует версия, что это устройство сулит своему обладателю господство над всей Вселенной. Оно способно определять ход истории на любой обитаемой планете. И претендует на завладение этим артефактом отнюдь не только анунаки-рептилоиды. Сегодня в нашей галактике существует четыре конфедерации. Они, например, себя, естественно, борются. У них нет открытых конфликтов, но, тем не менее, они противопоставлены друг другу. И кто из них главней, может решить логос. Поэтому такой большой интерес к Земле. По данным спецслужб у нас где-то около 70 цивилизаций присутствуют на Земле, которые представляют как раз интересы различных конфедераций, не только нашей галактики. Чтобы завладеть этим логосом. В космосе развернулась настоящая война. Просочившиеся в свободный доступ видеозаписи НАСА свидетельствуют о том, что с Земли ведется стрельба по неопознанным летающим объектам, находящимся на орбите нашей планеты. Кто-то использует внеземное оружие. Вот применение тех же боевых лазеров они тоже сбивают эти лизательные аппараты, потому что они нарушают им все структуры. А наши боевые лазеры способны достреливать до Луны. Возможно, Луну тоже рассматривают как плацдарм для ведения военных действий в космосе. Ведь на исследование этого спутника Земли правительство Америки потратило миллионы долларов. Однако нам, по сути, ничего не известно о том, что же на самом деле находится на Луне. 21 июля 1969 года. Американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин высадились на поверхность Луны. Они установили флаг США, собрали образцы камней, провели несколько экспериментов и произвели кино- и фотосъемку. Весь мир с восторгом рассматривал лунные фотографии. Однако через некоторое время многие заговорили об их подделке. Эксперты ссылались на дополнительные источники света, которых, по логике, не должно было присутствовать при съемке. Ведь единственным освещением могло быть только Солнце. Но что, если американцы действительно были на Луне, а источники света имели искусственное происхождение? Возможно ли, что астронавты увидели нечто такое, о чем они не могли рассказать публично? Когда туда усунулись, в принципе, получили по носу, то, что Луна давно оккупирована этими анунаками. Такое открытие нельзя было разглашать. Все документы по лунной экспедиции срочно подделывались, а фотографии старательно ретушировались. Потом ведь надо не забывать, что с Луной, когда столкнулись реально с ее, так сказать, пейзажами, и пришлось потом много работать, чтобы показать, что там не было никаких цивилизаций, потому что там очень много остатков от цивилизаций было зафиксировано. Многие люди наблюдают неопознанные летающие объекты. Одними из самых загадочных являются летающие змеи, живущие в верхних слоях атмосферы. Существуют съемки с борта МКС и наземные съемки этих существ. Откуда появляются эти летающие змеи? Существует версия, что подобные существа живут в другом измерении. При помощи созданной ими технологии или естественных порталов между параллельными вселенными эти существа проникают в наш мир. Именно поэтому большинство очевидцев описывают внезапное появление или исчезновение наблюдаемых ими объектов. Марина Попович, легендарный летчик-испытатель, по своей службе не раз сталкивалась с летающими объектами внеземного происхождения. Появляется глиный, глиный такой, как дирижабль, и от него отделяются два круглых шара, блестящих. Это не были просто надувной дирижабль, как из ткани. Нет, это металл. По словам Марины, ее коллеги тоже сталкивались с неопознанными объектами и даже пытались их преследовать. Юрий Петрович, один такой известный очень летчик, возвращается на точку. А я в это время готовилась к вылету. И руководитель полета говорит, вот что, отгони-ка ты вот это, и добавляет несколько фраз, не этих там, не типографных. Отгони-ка. И он погнался. Отгонять? Она всю скорость увеличивает, он за ней, она скорость увеличит. Она скорость настолько возросла, что он не может ее догнать, и у него кончается горючее. Она перед носом бж-ж и ушла. Летчица уверена, некоторые инопланетные объекты относятся к землянам дружественно. Не раз Марина была свидетелем, как НЛО буквально спасали экипажи самолетов. Однажды я лежала в госпитале, проходила комиссию. Вдруг приезжают из Рязани, там есть недалеко летная часть, и оттуда приезжает экипаж, целых шесть человек привозят. Они ночью заходили на посадку, и все приборное оборудование на земле отказало. Самолетная никак не справляется, уже очень мощная облачность. И им высвечивали полосу, и они как по санкам, как на санках сели. И говорят, нам кто-то помогал сзади. Высвечивали, подсвечивали полосу. Легендарная летчица вспоминает, как, будучи в Соединенных Штатах, не только познакомилась со свидетелем знаменитого Розуэльского инцидента, но и подержала в руках кусок обшивки инопланетного корабля. Я прикоснулась к этому чуду. Материал, который, холодный материал, тонкий-тонкий-тонкий, шелк. Сжимаешь металл, разжимаешь, нету полосок, нету вмятин, ничего нет. Перед отъездом из Америки Марине показали удивительную фотографию, после которой она обрела уверенность. Жизнь в космосе существует. Прямо на Луне стоит, допустим, без крыши, но такой-то ост, аструб, как сказать, остов какого-то здания. Но здание это не из дерева, а из каких-то блоков, блоков каких-то. Потом там икс-устройства такие мощные-мощные, вот икс-устройства такие лежат прямо километра, наверное, три или четыре. Ну, я не знаю сколько. И большие такие вмятины по Луне. Ну, меня затребовали, и сильно я поняла, что там была обитаема Луна. В начале этого года многие газеты писали о странном нововведении в США, в штате Нью-Йорк. Отныне детям и учителям запрещено произносить слово «динозавр». По словам авторов законопроекта, это слово отсылает к идее об эволюции и может оскорбить чувства верующих. Но что является настоящей причиной запретов? Американский исследователь Джон Роттс уверен, таким образом правительство пытается скрыть правду о наших соседях по планете. На протяжении многих лет мы задавались вопросом, существует ли взаимосвязь между правительством и рептильными существами. Лично я считаю, что наше правительство очень хорошо осведомлено как об их существовании на нашей планете, так и о том, что они не являются космическими пришельцами. Я думаю, что нашему правительству известно, что эти существа появились на нашей планете в результате эволюции, и что мы живем по соседству друг с другом. Нашей съемочной группе исследователь показывает место, где случаи контактов с рептильными существами происходят очень часто. Мы находимся неподалеку от Национального парка штата Калифорния в США. Здесь были многократно зафиксированы случаи встречи людей с человекоподобными рептильными существами. Джон Ротс, собирая свидетельства очевидцев, заметил интересную деталь. Большинство случаев встречи людей с неопознанными летающими объектами, а также с неизвестными науке существами, было зафиксировано в Национальных парках, где рельеф местности пронизан пещерами и мелкими реками. Эти парки являются средой обитания рептильных гуманоидов, по той простой причине, что они знают, что здесь они будут в безопасности, и их никто не потревожит. Или же эти парки были специально созданы в местах естественного обитания этих существ, уже после того, как они были обнаружены правительством. В 60-е годы штат Вирджиния, США. Целый год маленький городок, Пойнт-Плизант, был объят ужасом. Жителей терроризирует странное существо – крылатый монстр, которого впоследствии очевидцы прозвали Человек-мотылёк. По описаниям, это существо было человекоподобным, с кожей тёмно-оливкового цвета, имело огромные крылья с размахом до трёх метров и яркие, круглые, светящиеся глаза. Многие очевидцы говорили, что монстр похож на гигантское насекомое. Другие сравнивали его с рептилией. За год больше сотни жителей Пойнт-Плизанта сообщили в полицию о контактах с Человеком-мотылёком. По свидетельствам, взгляд существа гипнотизировал людей, вызывая слабость и головную боль. Многие считали Человека-мотылёка инопланетным пришельцем. Последний раз Человека-мотылёка видели накануне крушения Серебряного моста, во время которого погибли 46 человек. Считается, что появление Человека-мотылёка связано с этой катастрофой, и он был предвестником трагедии. В память об этом происшествии жители города поставили скульптуру Человека-мотылёка, а старожилы города до сих пор с содроганием вспоминают события того года. Некоторые исследователи считают, что нас действительно посещают инопланетяне-рептилоиды. Однако на Земле с начала времён обитали змееобразные существа, которые являлись разумным видом и во многом превосходили человека. Эти существа брали энергию из окружающего пространства. Йога и цигун учат аккумулировать энергию из внешней среды. По мнению экспертов, эти древние практики взяты людьми у рептилий. Именно такой способ питания позволял людям-змеям иметь сверхспособности. Вполне вероятно, что может появиться мозг, который может непосредственно влиять на окружающую среду. То есть телекинес, психокинетические какие-то явления, телепатия и тому подобные вещи, которые для нас сейчас, в общем-то, на грани возможного, для них были вполне естественным процессом. Поскольку змеи-люди в основном выполняли манипуляции при помощи своего мозга, то руки им были не нужны. И в процессе эволюции стали очень маленькими. Вид рептилий становился похож на современных змей. Голова у них должна быть достаточно мощная, чтобы поместился вот этот мозг. А так как у пресмыкающихся нет, в отличие от нас, генов старения, то они живут, пока просто не умрут от внешних причин. И поэтому они были, с нашей точки зрения, практически бессмертными. Они могли жить сотнями лет. Криптозоологи уверены, змеи-люди до сих пор обитают на нашей планете. И случаи контактов с этими разумными рептилиями в последнее время становятся все чаще и чаще. У них три прямых пальца и один отстающий большой палец, а также большие острые ногти. У них нет ушей, они не имеют волос. У них очень тонкие губы, большие квадратные челюсти, миндалевидные глаза. Как я уже сказал, у них всего лишь узкая полоска вместо рта. Они могут быть как с хвостом, так и без него. Вероятнее всего, рептилии жили под землей и в пещерах. Об этом свидетельствуют огромные длинные туннельные ходы, которые есть в разных точках земного шара. Некоторые настолько широки, что в них с легкостью может проехать автомобиль. Практически под каждым городом на Земле существуют непонятные подземные объекты. Исследователи полагают, что рептилоиды были настолько развиты интеллектуально, что вполне могли совершать полеты в космос и осваивать другие планеты. Змеи и люди не были пришельцами. Они лишь временно покидали свои подземные города и снова возвращались на Землю. Я хотел бы призвать научное сообщество, а также обычных людей, перестать использовать в своей речи такой термин, как «внеземной», а вместо этого ввести такой термин, как «другие обитатели Земли» или «еще одни обитатели Земли», с которыми мы контактировали и которые также обладают интеллектом помимо человеческой расы. До тех пор, пока мы не заставим наших ученых обратить внимание на Землю и заняться исследованием земных глубин, настоящая правда будет от нас скрыта. Древние литературные источники пестрят описаниями неких рептильных сущностей, живущих в пещерах, уходящих глубоко под землю. Легенды и мифы рассказывают также, что некоторые отважные люди спускались в подземелье и общались со странными и могущественными существами. В этих легендах описываются подземные города, уходящие вниз на много уровней. Существуют свидетельства и того, как подземные жители выходили из своих пещер для того, чтобы помочь людям. На протяжении всей истории человечества, непосредственно сразу после великих катаклизмов, которые обрушивались на нашу планету, происходили какие-то странные вещи, связанные, например, с появлением каких-то необычных явлений в небе. И, конечно же, не стоит забывать про появление самых разнообразных мифов в различных древних культурах, в которых рассказывается о странных существах, появившихся на поверхности Земли в то время. Но далеко не всегда люди и рептилии общались мирно. Описание сражений с огромными змеями или драконами есть в литературных источниках разных культур. И постоянно на них, вполне возможно, и охотились эти... Ну, собственно, в сказках то и написано. Там змея забили, здесь змея забили, тут дракона победили. Для защиты и войны с людьми рептилоиды при помощи генной инженерии вывели динозавров. Змеи и люди пользовались этими огромными существами, как мы в наше время используем танки. Зачем вот прантазавру, например, броня перед... на лице? Или там на хвосте шипы? На кончике носау? Или такие зубы огромные? Это все было создано именно для того, чтобы воевать с людьми. И люди тоже использовали их, потому что, ну, и в северных народах нередко можно найти случаи статуэток, когда изображается человек, летящий на драконе или сидящий на нем. Камни ики. Потом у Мая там нашли очень много статуэток, драконов всевозможных, динозавров, которые даже мы, как ископаемых, не находим. Очень много видов. Такое разнообразие говорит не о том, что существовала палеозойская эра, а существовала культура, военная культура, создание этих монстров. Что послужило сигналом к прекращению войны между людьми и рептилоидами, неизвестно. Змеи-люди исчезли из поля зрения землян. Сегодня лишь изредка их описания встречаются в свидетельствах очевидцев. Скрываются ли рептилоиды в своих пещерах или покинули нашу планету, остается только гадать. Но человечеству нужно быть на чеку. Ведь змеи всегда считались хитрыми и коварными существами. Субтитры создавал DimaTorzok